Приветствуем вас, дорогие садоводы и огородники Трёхгорного! Ирина Попихина, Ирина Троицкая. Сегодня мы приготовили для вас коллекцию разнообразных идей. Практических и не совсем космических. Остроумных, веселых, забавных и простых. Вперед! Начнем, пожалуй, с практичных идей. Ведь, как бы там ни было, все-таки большинство из нас стремится к тому, чтобы сады и огороды приносили пользу и доход. При этом хочется, чтобы труды на свое благо не были очень утомительными. Вкалывать, конечно, приходится, но прогрессивные формы огородничества мы должны использовать на полную катушку. Последнее изобретение, которое ученые предложили нам, садоводам, это, конечно, укрывной материал. Я считаю, это был прорыв именно для развития садоводчества в северных зонах. А, в принципе, как и в южных, где вот у них урон наносит засуха, а у нас урон наносит морозы. Почему? Потому что укрывной материал, в принципе, и от жары, и от холода, и от засухи, и от дождей излишних. Да, да. Называется он грамотно нетканный укрывной материал. Почему нетканный? Потому что, если вы его посмотрите на просвет, на самом деле он представляет собой такую сеточку. Именно он как вот штампованный, что ли, нетканный. Но если он достаточно толстый, то он не рвется, он прочный. И вот пора разрушить иллюзию, что он дорог. Он по цене идет как пленка, но он же долговечный. Если пленка тонкая на один сезон, толстая на два сезона, то укрывным мы пользуемся практически 6-8, а толстым до 10 лет. И поэтому я считаю, что надо так аккуратненько, может быть, не сразу все к этому так прибегнут, но переходить уже на укрывной материал. Он более комфортный, он легкий в употреблении. Пленка, она же тяжелая достаточно такая и жесткая. То есть солнце выглянуло жарко, холод, когда начался, то есть защищает от холода, но не в такой даже степени иногда, как укрывной. Поэтому вот нужно использовать и то, и другое, но дорогу к укрывному материалу. И сейчас мы вам расскажем, покажем, как им пользоваться, чёрным пользоваться в случаях покрытия земли. Там содержится и влага, и тепло, очень тёплая гряда. Белый укрывной, он у нас солнце, не даёт выжигать солнцу, комфорт создаётся. То есть от холода и от жары одновременно. И поливы, понимаете? Я вот капусту посадила, один раз полила, всё, раз в 10 дней я её поливаю. Хотя бытует такое мнение, что посадив капусту, её нужно отливать. Так вот с укрывным нет такой необходимости. И более того, эта защита идёт от вредителей. Ведь замечали, мы только капусту начинаем, мы сажаем, а бабочка уже полетела-полетела ищет, куда бы ей отложить личинки. Укрывным укрыли, влага хранится, бабочка не откладывает там кладку, гусениц потом нет. То есть мы себе делаем задел, облегчение нашей жизни. И гарантия урожая. Конечно. Мы же все работающие, мы занятые люди. И нужно свои силы, в общем-то, экономно распределять, чтобы на самом деле на отдых время оставалось. Если у вас в саду достаточно компоста, и он же за один год ещё не успевает перепревать, мы компост раскладываем. Можете его коровяком пролить, байкалом пролить. Накрываем чёрным укрывным материалом. Даже семечко, которое там есть, оно сгорает. Там такая температура, что семя сгорает, и у вас потом будет полноценное удобрение компостное, достаточно чистое. Или вы его опять будете в парнике использовать, потом под огурцы, под тыквы. Вот это плюс очень большой. И опять же, поливы снимаются, под чёрным высыхание же земли не происходит. Прогрев земли раз, содержание влаги – это два. Тепло корням будет всем. Это комфортно и удобно. И сорняк не пропивается – это три. Я вот считаю, три таких достоинства у чёрного укрывного материала. И достаточно долговечный, он толстый. Делается крестовой надрез. И аккуратненько закладываются краешки, как вот у конвертика. Какой и надо, ширины такой вы и делаете. У укрывной идёт чёрный не только закрыть землю, вот в таком виде для парников. У кого, например, кто-то делает каменистые дорожки, под камень кладётся чёрный укрывной материал. Даже застилаем мы опилками дорожку, тоже можно положить чёрный укрывной материал, потом сверху уже опилки. Что бы вы ни клали, пользуйтесь укрывным материалом чёрным. Тем более, вот говорю, толстый чёрный, он долговечный достаточно. А здесь вот то, что мы кабачки сажаем, мы тыквы сажаем, огурцы сажаем. Кто-то Викторию сажает. Но Виктория, она же не так долговечна. Она 3-4 года, и приходится всё это убирать. А вот, скажем, для кабачков, для огурцов, это можно использовать вот по этим же прорезям, также вот восстанавливать эти посадки и пользоваться много лет подряд. Честно говоря, работая со своим чёрным укрывным, я столкнулась с проблемой. Как же закрепить уголки крестообразного надреза? А потом Ирина Васильевна подсказала. Всё очень просто, в дело идут обычные канцелярские скрепки. А ещё одну хорошую идею я подхватила уже на съёмках этого видеоматериала. Каким бы практичным ни был укрывной, а всё равно рвётся. Посмотрите, чем занимается эта женщина. С помощью обычной иголки и нитки она штопает укрывной на своём парничке. Отличная мысль. Видели металлическую бочку с огурцами? Вот теперь о них, о бочках. Конечно, новым мы всегда найдём применение, ещё и украсим их на свой вкус. Но у доброго хозяина и старым дырявым ёмкостям найдётся применение. Ирина Васильевна набивает бочку компостом, проливает раствором байкала или коровика, сверху добавляет в слое земли сантиметров 20-30. Всё готово. Огурцам тепло, компост снизу греет, сверху укрывной. У Вас осталась ещё одна дырявая ёмкость? Приспособьте её под воду. Достаточно поместить в неё новый полиэтиленовый чехол. А вёдра или бочки без дна могут с успехом послужить оградкой для молодых посадок. В кулацком хозяйстве всё пригодится. Фраза расхожая, но до чего полезная. Вот взять даже скорлупки от яиц. Отходы ведь. А прок от них явный. Это и богатая кальсин удобрений, и отличный разрыхлитель, и мульча для огородных культур. Люди говорят, перцы особенно отзывчивы на яичную скорлупу. Сами перчики помалкивают, но наливаются, радуют глаз и уже просятся на стол огородника. А далее поведём разговор об обычных бутылках, в быту, называемых полторашками. Вот где есть разгуляться фантазии, где только они не нашли применения. И всё в целях утилизации, то есть полезного повторного использования. Самые трудолюбивые из нас, садоводов-огородников, долгими зимними вечерами режут полторашки на полоски. Прошивают их кто как может, и к лету получают тепличку под нежной теплолюбивой культуры. Очень полезная вещь в нашем уральском климате. Здесь, конечно, стоит вопрос эстетики. Не очень, надо сказать, смотрятся такие сооружения. Но чаша весов в пользу и практичности. А вот ещё одно из самых простых применений полуторалитровок – трещалки. Используют их с двумя целями – от дроздов и кротов. Правда, дрозды быстро к ним адаптируются, и через некоторое время им совсем не мешает склёвывать наши ягоды, это трескотня. А вот от кротов пока в этом изобретении прок есть. А сейчас мастер-класс о том, как сделать вот такую бутылку-трещалку. От кротов и дроздов. Для этого первый этап. Берёте кошелёк с деньгами. Идёте в магазин. Покупаете полуторалитровую бутылку пива, лимонада, минеральной воды или кваса. После того, как эта ёмкость у вас опустеет, проделываете следующее действие. Вот эту бутылочку берёте. Потом тут вот снизу паяльничком желательно делаете отверстие. Затем ножичком делаете прорези. Загибаете лопасти. Штучки 3-4 желательно. Потом берёте вот такой штырёк. Вот таким образом продеваете. И ставите этот штырёк в то место, где нужно. Можно их устанавливать и не высоко, а низко. Смысл в чём? Чтобы вот эта вот часть как можно глубже ушла в землю, чтобы вибрации передавались именно на основной кротовый ход, и чтобы крот это слышал. Поэтому мелко не вбиваем, глубоко вбиваем. Это просто мы сам смысл вам показываем. Остальное уже дело ваших рук. И при порывах ветра всё это трещит, движется, и кроты уходят в другие места, более спокойные. Елена Васильевна, вот хотела тогда задать вам такой вопрос. Назрел просто. А те бутылочки, которые мы видели на теплицах сверху, они тоже от кротов? Вот то, что наверху, это просто от кротов. Но есть бутылочки, почему они на теплицах? От них идёт штыри прямо в землю. А почему на теплицах там огурцы, которые в большей степени страдают от кротового? То есть мы именно в первую очередь огурцы обезопасить должны. Если другие культуры, корневая система защищённая, то именно огурцы всё время вот мы от кротов спасаем. Есть в нашей копилке ещё один вариант использования бутылок, но об этом чуть попозже. Сейчас давайте посмотрим, у кого как оформлены грядки. Вдруг кто-то сейчас раздумывает, как ему поступить. Морочить себе голову или пойти самым простым путём? Так вот, что мы имеем. Можно сформировать грядки лопатой, можно обшить досками, можно для обравления применить пластиковые отходы, а можно просто выкопать их посреди полянки. А может вообще использовать плетей? Хотя вряд ли он пригодится для грядок, скорее для клумб подойдёт. И вот тому пример. Ирина Васильевна со своими соратниками из клуба «Ликтория Садовод» творчески подошли к оформлению клуба генотеатра «Утёс». Дорожки устроили, кстати, под пеньками и камнями дорожек чёрный укровной материал, как и в плетёных корзинках. Между прочим, со всем этим всего за день управились. Плетни изготавливать совсем несложно. В ход идёт черёмуха, ива или другие легко гнущиеся материалы. На первом этапе нужно заготовить нечётное количество колышек. С помощью секатора заострить концы и обязательно окорить их. Потому что неокорённые колышки пустят корни, приживутся и вы через них в первое время рискуете вместо плетня получить густые ивовые заросли. Но вот колышки вбиты. Прути, начиная с толстого конца, можно укладывать через них, периодически подручными инструментами подбивая плетение. Ошибка многих думать, что нужно немного лаза, её нужно огромное количество. Чтобы спрести такой незамысловатый плетишок, вы видели, что всего-то одну линию. Причём очень низкий, в данном случае, этот плетень. То есть запаситесь терпением, запаситесь материалом и только потом начинайте. Представители партии зелёных и сочувствующие им сейчас могут возмутиться, а не повредить ли деревьями кустарникам обрезка лозы для наших затей. Но оказывается, что нет. Чем больше мы их режем, тем они шикарнее растут. Возрождаются. Да, и поэтому даже кто постоянно занимается корзиноплетением, у них даже свои деляночки есть, они каждый год выстригают, и там нарастают шикарные хвосты вот такие. Сделайте плетень, и он станет настоящим украшением вашего сада. А если у вашего плетня поселится кто-нибудь, то у вас получится стилизованный деревенский декор. Вот эта барышня появилась на божий свет только вчера. Её зовут Фрося. Знакомьтесь, такая забавная, по-моему, барышня получилась. В прошлом году я знакомила вас со своим деревянным парасёрком и назвала его Ловчиком. Нынче я покрасила его в розовый цвет. После этого язык не повернулся применить прежнее имечко. Вот хавронья Барби, кажется, больше подходит. До сих пор живёт у меня и голубая улыбчивая снежка, сделанная из корня старого дерева и опять же бутылки-полторашки. А с недавнего времени в моём саду появились новые жители. Сейчас вы видите вот здесь на полянке семейку божьих коровок. Надо сказать, эта идея принадлежит не мне. Я её посмотрела в интернете, но когда подглядела, я поняла, что это очень просто её осуществить. И вот как видите результат. Что для этого нужно? Берём плоские камни. Вот они такие плоские, округлые, по форме напоминающие божью коровку. Берём красную краску, берём чёрную краску. И вот эти камни-галыши превращаются легко в божью коровку с помощью красной и чёрной краски. Легко, просто, забавно и удивительно. Знаете, что самое приятное в жизни? Это значит, что ты не одинок, что рядом есть люди, разделяющие твои интересы. Среди трёхгорниц, много таких стремящихся превратить свой сад в райский уголок. Но недавно мы с Ириной Васильевной обрели знакомство в соседнем городке. А сейчас, дорогие трёхгорницы, я хочу познакомить вас с соседкой. Это Вера Ивановна, она жительница Юрязани. Наверное, многие из вас, проезжая выживаясь по дороге по Югрессу, обратили внимание, что справа находится красивый маленький садик с пикнём, со множеством цветов. Меня всегда эта картина завораживала. И мы с Ириной Васильевной не применули побывать здесь. Трудно представить, что всё, что мы видели, создают своими руками две хрупкие женщины. Камушками у вас выложено дно бассейна, здесь вокруг всё. Там какая-то подложка внизу есть, да? Там есть плёнка чёрная. Сначала мы хотели просто плёнкой. И когда вот залили воду чёрной плёнкой, была, и так было красиво, даже лучше, чем вот с камушками. Но у нас вот яблони рядом, и корни пробивают. Поэтому мы решили выложить всё камушками. Возили с речки на тележке, эти камушки. Внук мой помогал. А потом вот выкладывали вместе с цементом. Идеи-то где черпаете? Идеи. Но сейчас вот в основном журналы покупаем. Такие вот. Мой сад, или там мои про цветочки что-то. Там много такого вот. Корзинку, например, мы вот там сделали из лозы. Её, так сказать, приезжала у меня дочь младшая со своим мужем. И она сказала, что у его мамы корзинка сделана. Вернее, не корзинка, а клумба сделана лозой. Мы с ней осенью сходили, нарезали лозы и решили попробовать. Вот у нас корзинка с осени стоит. А весной ещё вот ходили, сделали плетень. Это мы уже увидели в журнале, что там тоже плетень. Мы решили, мы хотели розы посадить, а тут ветер всё-таки. Как-то их немножко прикрыть, чтобы ветром... Понятно. У вас тут очень много таких идей замечательных, которые вы почерпнули, видно, что где-то слышали, увидели, журналов, что ещё-то в душе вот такое. Находится, чтобы... Хотелось бы воплотить, осуществить в обязательном порядке, чтобы ещё больше... Хотелось бы, хотелось бы, во-первых, вот это вот закрыть цветами, чтобы было прикрующееся что-то. И, ну, как ещё сказать, чтобы цветов побольше было таких, которые цветут не одновременно, чтобы... Что регулярно, воростат регулярного цветения такое сделает, да? Вот этим мы постепенно начинаем маленько. Ну, а вот дизайнерские какие-то задумки есть? Ну, даже не знаю, как сказать. Вот сестра ещё говорит, что нам надо до конца плетень дозделать, чтобы он у нас был отделён вообще от огорода, садик. Ну, не знаю. Ещё, может, что-нибудь потом придумаем. Я даже ещё пока не знаю. Я думаю, что обязательно что-нибудь придумайте. А вообще-то много ли здесь, в Юрзане, людей вот с подобными увлечениями? Знаете таких ещё? Ну, в общем-то, я не сталкивалась, не знаю. Может быть, есть кто-то, но, наверное, всё равно кто-то же занимается. Ну, а вот здесь вот ваши соседи, кто видит вот эту красоту? Нет, ни разу. Ну, отзывы, конечно, идут. Что говорят? Всем нравится, все спрашивают, что вы там делаете? Опять что-то придумали. Ну, а были, например, такие, которые говорят, ну, зачем вам это всё надо? Были. Посадили бы куст картошки лишний. Да, были, были. Ну, мы сказали, нам картошки хватит. Раньше много надо было скотину, родители держали, а теперь нам достаточно. Это чтобы душа радовалась. Здесь есть чем в душу порадовать. Вера Ивановна с сестрой воплотили множество и наших задумок. Вот, опять же, плетень, на нём чугунки и горшки, цветники, висячие и на подставках из пней. И бочку под огурцы они тоже приспособили. А вот обещанная мною ранее ещё одна идея использования полторашек. Погода нынче жаркая и заслушливая была, а такой полив очень кстати для цветов. Ну что же, дорогие с этого года, нам, Серина Васильевна, пора с вами прощаться. Делаем мы это с неохотой, потому что от такой красоты не оторваться. Я думаю, что наши поделки вам обязательно не только понравятся, что-то вы возьмёте обязательно, идею возьмёте и выплатите. И у вас будет по-другому, и у вас будет иначе. Кто имеет инженерный ум, инженерную мысль применит. Ну, гуманитарии вот такие вот, склонные к красотам, будут красоты какие-то возводить. То есть всё от характера. Такой характер, такой и сад. Держайте, удачи вам. И ничего не бойтесь. У вас всё получится. И слушайте нас с Ириной Васильевной дважды в месяц. На радио «Эхо Москвы», «Волна 102.1». До встречи. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин